Приветствую вас по такой вот сложившейся традиции психологического консультирования. Я начну с вас, потому что как психолог я могу работать только с вами. Мы не можем работать с вашим мужем, хотя бы потому, что мы его не знаем, хотя бы потому, что мы его не видим, хотя бы потому, что он, может быть, даже и не хочет, чтобы ему помогали, а вот вы за помощью его обращаетесь. Я считаю, что это, по крайней мере, здорово, что вы не сидите, сложив руки и пытаетесь что-то делать, и именно поэтому вам я постараюсь помочь. Итак. Итак, мне хотелось свой ответ немножечко не с того, что вы уверен ожидаете. Вы спрашиваете про своего мужа и говорите о том, как ему помочь человек действительно оказаться в не самой простой для себя ситуации, но, с другой стороны, оказавшись в этой не самой простой ситуации, человек, в принципе, не дорогится из этой самой ситуации выходить, и что-то мне подсказывает, что ему, в общем-то, хорошо, удобно сейчас, деньги он отработанно получает, время свободное есть, может делать все, что хочет, ну и, в том числе, конечно, пить куда лучше, к сожалению, без этого. И вот интересный, на мой взгляд, как раз таки момент. У вашего мужа, понимаете ли, нет мотивации что-либо делать, у вашего мужа нет стимула для того, чтобы менять свою жизнь. Ваш муж, он знает о том, что деньги у него есть, в свою семью, как вы говорите, в класс он приносит, в общем-то, все в порядке, никаких проблем нет, по крайней мере, у него. И зачем тогда ему что-либо менять? Себе, ну вот, не очень понятно. То есть у него нет мотива. Это, я надеюсь, мы с вами как-то вот все-таки поняли. Это означает, что для того, чтобы, для того, чтобы ваш муж обрел некую способность, некое такое желание, если угодно, что-либо делать, нужно, чтобы у него появился для этого стимул, чтобы у него появился для этого мотив. А как может появиться мотив, спросите вы? Только через выведение мужа из зоны комфорта. Если зона комфорта вашего мужа будет налажена, то, соответственно, он и начнет что-либо в своей жизни менять. Ну, хотя бы потому, что другого выбора у него не будет. Но пока его все устраивает, так ситуация и будет происходить. К сожалению. Далее. Поговорить я хочу на самом-то деле не о вашем муже, а о вас. Дело в том, что вы сначала, прямо вот с начала своего сообщения уже говорите о том, что вот путь на шее у жены не сидит. Склад приносит. И казалось бы, ну, что такого, да, вот, ну, сказали и сказали, ну, в принципе, ничего необычного не сказали, казалось бы. Ну, вот, знаете, на мой взгляд, очень-очень-очень это бросилось в глаза. Вот вы сразу сказали, что он на шее у жены не сидит и склад приносит. А если бы не приносил, простите, это такой, может быть, не очень скромный вопрос вам. А если бы не приносил он вклад в, ну, в семью, что тогда? Что было бы тогда в этом случае? Как бы вы тогда в этом случае на него бы реагировали? Как бы вы тогда к нему относились? Как бы тогда у вас складывались отношения? Вы во главу угла оставите что? Материальный достаток или нет? Почему вы сказали, что он не сидит на шее у жены? Что для вас значит эта тема? Я имею в виду сидение на шее у жены. Это было или вы этого боитесь, или это было самое главное? Это нужно определить. Почему? Спросите вы. Опять же, для того, чтобы понять, что составляет основу ваших отношений. Это раз. И во-вторых, чтобы вы сами корректировали свое поведение, исходя из определенных ценностных ориентиров. Понимаете? Пока этих ценностных ориентиров у вас я не вижу. Вы говорите, я не очень умная жена, но вы не умны. Вы обычная, нормальная женщина, которая естественно не может найти подходы к человеку, который является знаменитым. Это нормально. Но! Вы не говорите, что у вас были ссоры. Вы наговорили друг другу много-много неприятных слов. Возникает вопрос. Какая в этом ответственность ваша? Если вы знаете, что ваш муж является человеком загнутым, то получается, что ссоры с ним вы, по сути, загоняете свои отношения в тупик. Разве нет? И если это так, то тогда зачем вы это делаете? Для чего вы это делаете? Зачем вы ссоритесь со своим мужем? И какая в этом ваша ответственность? Вот вы говорите, значит, что период наших отношений, период у наших отношений сейчас не самый лучший. У наших отношений не самый лучший, много было ссор, нехороших слов друг другу наговорили. Ну, то есть, это было, ничего в этом такого критичного нет. Да, да, конечно, неприятно, но критичного нет ничего. Другое дело, что как и почему у вас начали ссоры, и другое дело, как вы на эти ссоры, собственно говоря, реагируете. То есть, например, ну, допустим, просили ли вы прощение у своего мужа, изменялись ли вы перед ним, или там, объясняли ли ему свою позицию, или как-то еще старались прояснить ситуацию, и именно с вашей стороны. Я не говорю про него, я говорю про вас. И понимаете ли вы, какая ответственность лежит на вас за то, что вы вот так вот ссорились с ним? Опять же, когда вы говорите, что вот мы ссорились и много слов наговорили, вы говорите «мы», но действительно это не так. Это вы ссорились, и вы наговорили ему слов. Спасибо. А почему вы это сделали? Вот именно вы почему это сделали? Вот на этот вопрос и нужно ответить, ибо он, этот вопрос, очень важен именно для вас. Чтобы лучше понимать себя, чтобы лучше понимать свое поведение, чтобы лучше понимать своего мужа, в конце концов, нужно, чтобы вы осознавали, для чего вы делаете то или иное. Для чего вы поступаете, так или иначе. Для чего вы говорите те или иные слова, те или иные фразы и так далее. Что вы хотите с этой помощью получить, с помощью этих слов, фраз и так далее. Понимаете, вот это очень важно. И если вы этого не делаете, то возникает проблема. Проблема взаимоотношения друг к другу. Поэтому я предлагаю вам для начала во всей этой ситуации определить свою роль и свое место. И после этого вы сможете скорректировать свое поведение и дать своему мужу понять какие-то определенные вещи. Ну, например, есть одна тонкость именно у мужчин, она заключается в том, что мужчина не понимает язык слов. То есть, мужчина это существо, в первую очередь, действия. И если мы говорим про мужчину, то женщина, тем более его жене, разговаривать с ним не всегда эффективно. Вам куда более правильно будет своими поступками, своими действиями показать своему мужу как раз таки, что вам какие-то вещи не приятны. Приятно, что вам какие-то ситуации неприемлемы для вас. И вот это можно показать только как? Только поведением. Это нельзя показать словам. Потому что слова для младшего мужа не значат ничего. Ну, вот вы и скажите своему мужу тетку, что вот, дорогой, пожалуйста, например, прости меня, на то, что я тебе наговорил там каких-то вещей, я была не права, допустим, по форме, да. Вот, представьте своему мужу смысл того, что вы хотели ему сказать, сказать. А потом выдавитесь максимально четко своему смысл того, чтобы, знаешь, дорогой, я заметил, что ты стал довольно часто выпивать. Не то, чтобы я тебя осуждаю, не подумай, пожалуйста, я тебя не осуждаю, ты можешь, в принципе, делать то, что хочешь, это твое право, но смотреть, как ты пьешь, как ты успеваешься, я не могу. У меня болит сердце, у меня болит у тебя душа, и поэтому, если ты, например, не прекратишь пить, или если ты не скажешь, что заставляет тебя пить, то я буду вынужден подумать о себе и обеспечить свой душевный комфорт. И не только душа, понимаете. То есть, очень важно, чтобы ваш муж увидел от вас не только слова, но и действия. Чтобы ваш муж увидел, что если вы что-то сказали, то вы это сделали. Вы сделали, вот сказали, например, что будете предпринимать какие-то шаги, сделали, и все. Например, например, тоже меньше, бывайте, допустим, дома, ну, допустим, это просто как пример. Например, там, перестанет с ним вообще разговаривать, может быть, что-то еще. Но не подумайте, как привести его из зоны комфорта, понимаете. Это то, что вы можете сделать, и только тогда, только тогда это может его встряхнуть и оставить прислушиваться к вам. Но нужно понимать, нужно четко понимать, что если человек к вам прислушивается, нужно, чтобы у вас была своя позиция, и по возможности, чтобы эта позиция была четкой. Все-таки. Чтобы она была хорошо сформулирована, правильно. Чтобы вы видели проблему, чтобы вы предлагали мужу решение проблемы, например, по своей стороне. И чтобы вы говорили ему конкретно, что будете делать вы для решения проблемы, что вы будете делать. И начните это делать, чтобы он увидел результат. Это вот, пожалуй, то, что вы можете сделать по факту. И если человек не отреагирует на вас, если человек проявит себя пассивно, это будет означать, что ему по сути дела ему все равно на вас. Либо он уже довольно-таки сильно впал в алкогольное зависит. Ну и здесь уже, сами понимаете, вам решат либо его терпеть, либо нет. Но если вы говорите, что у вас, как вы и сказали, не лучший период в отношениях, то у этого не лучшего периода в отношениях тоже есть причина. И если причина, в первую очередь вам нужно разобрать за себя самой. А уже потом, когда и если вы это разберете, уже потом можно говорить о том, чтобы исходя из этого, скорректировать свое поведение и представить себя как бы другой по отношению уже к своему мужу. Это вот куда более правильная, продуктивная позиция. Но для этого необходимо, чтобы вы подумали обо всем том, что я вам сказал. Если ваш муж закрытый человек, замкнутый человек, то нужны причины, нужны основания для того, чтобы он вышел из своей замкнутости. А для этого нужно еще раз повторюсь, чтобы вы поменяли свое поведение. И дело здесь ни в словах, ни в объяснении. Ибо он, я уверен, считает, что никакого алкоголя, а много не стало, и что все он контролирует и в любой момент может, например, бросить, допустим, пить. Но другое дело, что это иллюзия, но это уже детали. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!